Здравствуйте! Наше задание на этом уроке – найти первообразную этого громоздкого и непростого выражения. Или же, другими словами, мы должны вычислить неопределенный интеграл этого выражения. Посмотрите на это выражение. Оно состоит из нескольких членов, а неопределенный интеграл всего выражения равен сумме неопределенных интегралов каждого члена. Значит, это будет равно… Берем первое слагаемое и записываем его неопределенный интеграл. Равно интеграл . Далее нам нужно вычислить неопределенный интеграл этого слагаемого. Минус интеграл . Теперь записываем интеграл этого члена. Плюс интеграл . И, наконец, последнее слагаемое. Плюс интеграл . . Мы представили интеграл суммы в виде суммы интегралов слагаемых членов. Теперь вычислим эти интегралы с помощью формулы первообразной степенной функции. Каждой первообразной мы прибавлять константу не будем, мы просто в конце запишем одну константу для всей суммы первообразных. В результате мы получим первообразную всего выражения в общем виде. В первом интеграле показатель степени равен 3. Мы увеличиваем его на 1 и получаем х в четвертой степени. И еще х в четвертой степени нужно разделить на 4. х в четвертой степени делить на 4 – это первообразная интеграл от х в третьей степени. Но здесь еще есть коэффициент 7. Записываем его сюда. Вот мы и записали первообразную первого члена. Это 7х в четвертой степени делить на 4. Далее мы отнимаем первообразную второго слагаемого. Возможно, с первого взгляда непонятно, при чем здесь формула первообразной степенной функции. Но посмотрите внимательно, ведь 5 корней из х – это то же самое, что и 5 умножить на х в степени 1 вторая. Показатель степени здесь 1 вторая. Опять-таки воспользуемся формулой первообразной степенной функции. Увеличиваем показатель степени на 1. Это будет х в степени 3 вторых. И еще делим на 3 вторых, на новый показатель степени. Еще перед степенью коэффициент 5. Значит, сюда мы тоже записываем 5. Далее уже выражение сложнее, но его можно упростить. Это то же самое, что и 18х в степени 1 вторая умножить на х в минус третьей степени. х в кубе в знаменателе равнозначно х в минус третьей степени в числителе. У нас здесь перемножаются степени с одинаковыми основаниями. Следовательно, мы можем сложить показатели степеней. Это будет 18 умножить на х в степени 2 целых 1 вторая. Или мы можем записать, что это 18 умножить на х в степени 5 вторых. Все правильно. Хм, здесь должен быть еще знак минус. Вот теперь все правильно. Это будет 18 умножить на х в степени минус 5 вторых. Минус 6 вторых плюс 1 вторая – это минус 5 вторых. Теперь, чтобы записать первообразную этого выражения, мы увеличиваем показатель степени на 1. Минус 5 вторых плюс 1 – это минус 3 вторых. Значит, это будет х в степени минус 3 вторых, и х мы еще делим на новый показатель степени, то есть на минус 3 вторых. И сюда мы дописываем 18. Наконец, последнее, слагаемое последнее степень. Показатель степени равен минус 40. Если мы увеличим этот показатель на 1, то получим х в минус 39 степени. И все это делится на минус 39. И, конечно же, не забываем о константе. Плюс с. Все, что нам осталось сделать, так это упростить получившееся выражение. Первый член переписываем без изменений. 7 четвертых умножить на х в четвертой степени. Далее минус 5 делится на 3 вторых. А 5 делить на 3 вторых – это то же самое, что и 5 умножить на 2 тридцать. А это равно 10 третьим. Записываем сюда. Минус 10 третьих умножить на х в степени 3 вторых. Попробуем упростить это выражение. 18 разделить на минус 3 вторых – это то же самое, что и 18 умножить на минус 2 третьих. А это равно… разделим и числитель, и знаменатель на 3. Здесь тогда будет 6, а здесь 1. Это равнозначно 6 умножить на минус 2. А это равно минус 12. Значит, далее мы записываем минус 12х в степени минус 3 вторых. И, наконец, последнее слагаемое мы можем записать как минус 1 тридцать девятая умножить на х в минус тридцать девятой степени. И плюс с. Вот и все. Мы вычислили неопределенный интеграл этого выражения. И я советую вам найти производную выражение в ответе, используя формулу производной степенной функции. И посмотреть, на самом ли деле в результате получится выражение, первообразное которого мы вычисляли. На этом все. До скорых встреч! До 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 встреч!